Всем приветик! Кирюшка в школе. Мне только что позвонил учитель, сказал, я её отправляю домой, потому что она была у медсестры, у неё болит голова, и медсестра померяла температуру, в общем, там 36,8, в принципе, температура небольшая, но сразу же задали вопрос по поводу, болел ли кто-то в семье ковидом. То есть, ну, Кира сказала, да, мама болела, я неизвестно, ну, неизвестно почему, потому что Кира до этого переболела, и тест мы делали уже намного позже, и получается, а тест показывает только на ранних стадиях, вот, и она говорит, что это всё может быть из-за этого, постковидные синдромы, поэтому учитель позвонила и говорит, я Киру отправляю домой, так что жду Кирюшку дома. Сейчас у нас 11 часов. Я, на самом деле, сегодня тоже в какой-то такой прострации нахожусь, у нас погода паскудная просто, ну, солнца нету, я сейчас покажу, что я рассказываю. Вот, посмотрите, ветер такой противный, солнышка вообще ни грамма нету, и с утра было холодно, и на самом деле я тоже очень сильно замёрзла как-то так в квартире, видите, такая вот пасмурная, нехорошая погода. Да, фу-фу-фу, совсем ничего не хочется делать, у меня вообще состояние сонной курицы, ничего не хочу, ничего не могу, вот, просто бы, наверное, спала и не вставала, но не засыпаю, жду Киру. И придёт Кира, будем с ней вместе, наверное, спать. Она тоже мне говорит, мама, очень сильно спать хочу. А может быть, это усталость после карантина, знаете, как, сколько мы, ну, полтора месяца, почти два месяца мы, грубо говоря, сидели дома. И почти всё это время таких ранних подъёмов не было, организм не привык. Не, ну, кто просыпается, конечно, рано, тому это нормально, каждый день просыпаться, там, в 7-6 часов, знаю, люди просыпаются. Кирюшка же у меня не такая, да и я сама честно скажу, вот, я час не досыпаю, я всегда вставала 8 часов на карантине, и вот так вот тихонечко, медленно делала, там, какие-то дела. И вот этот час, он мне просто был идеально в моём дне. Если я этот час не досыпаю, то я потом всё, хожу вот сонная, и мне в обед хочется уже заснуть, закрыть глаза и вообще ничего не делать. А у Киры это вообще, наверное, стресс для организма, когда она всегда просыпалась, если урок начинался в 9, она просыпалась в полдевятого, вот, а тут я бужу в 7 часов. И, конечно же, для неё, это не для неё, для организма стрессово, поэтому будем потихоньку привыкать. И вчера, вроде бы, не поздно даже спать легли, ну, как, вроде, да вчера и не поздно спать легли. Я её в 9 часов уже всё сказала, давай, иди в кровать, никаких компьютеров, никаких игр, ничего не делаем, отдыхай, спи, потому что ты устанешь, и будет тебе совсем нехорошо. Так что ждём Киру домой. Думала сегодня ещё поехать в Ашан. Зачем мне нужно в Ашан? Я убрала полотенца, повыбрасывала, потому что они белые, и они уже выстирались и потеряли свой цвет. Я вчера на них так посмотрела, думаю, короче, надоело всё, я выбрасываю эти полотенца, надо новые купить. И поэтому я всё это выкинула, думала сегодня поехать в Ашан, купить новых полотенец. У меня света нету, сейчас я включу свет, ребят, секундочку. Вот так вот лучше. Думаю, поеду, куплю полотенец и передумала. Не хочу никуда ехать, не хочу ничего покупать. Сейчас возьму бумажное полотенце, всё сделаю. Ой, 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 положу, и будут временно бумажные полотенца у меня. Посадила редис, нет, не редис, а горчицу. Вот, посадила горчицу. Уже росточки маленькие даёт, но ещё пока стоит в темноте. Вот, сейчас сделаю вот эти вот полотенечки, и всё, и будет у нас нормально. Не буду пока никуда ехать, не хочу. Во-первых, если я поеду, сразу же куча дел мне надо купить. Мне нужно вообще столько всего покупать. Вот за этот карантин накопилось столько всего, что нужно. Денег не прибавилось. Как-то так из-за карантина деньги совсем не прибавляются. Сейчас все очень ходят расстроенные, конечно, работы нет у людей. Печально, печально карантин, он сильно подрывает людей, экономику и всё остальное. Так что будут у меня временно вот такие вот пара денежка. А уже, может быть, на выходных даже с Кирой съездим в Лавину Ашан. Может быть, там что-то купим. Потому что, на самом деле, Кирюшке нужно... А что Кире нужно? Боже мой, что нужно Кире? Кире нужно вообще куча всего. Кире нужна одежда какую-то. Ей нужны штаны. Ей нужны футболки. Ей нужно столько всего. А мне нужны фильтры для кувшина с водой. Мне нужны фильтры новые для освежителя воздуха. Короче, столько всего надо. И что-то я всегда заказывала на Алиэкспресс. А в этот раз я немножко протупила и не заказала на Алиэкспресс. А они уже все позаканчивались. И теперь ждать с Алиэкспресса смысла нет. То уже надо все здесь покупать. Потому что водяные фильтры закончились. А воду покупать тоже я не хочу. Ее легче мне профильтровать. А для освежителя... Не освежителя, а очистителя воздуха тоже фильтр нужно. Ой, боже-боже. Столько всего надо. Надо на шопинг ехать, да, ребят? Да, я знаю. Надо ехать на шопинг. И вы по шопингу, наверное, тоже соскучились. И я по шопингу соскучилась. Но не сегодня. Завтра. Завтра пойдем на шопинг. Может быть. Или в воскресенье. Завтра, если пойдем, то только после танцев. Потому что у Кирюхи еще завтра танцы. Короче, вообще. Не знаю. Если я сегодняшний влог закончу, то это хорошо. Если не закончу, то я, наверное, вот так вот сама с собой на камеру поговорю. И потом ничего это не выложу. У меня, кстати, такое бывает. Я иногда начинаю, что-то рассказываю, рассказываю, рассказываю. А потом раз, и все. И забыла. И нет желания, нет возможности. Бывает. Выработка усталости происходит. И хочется просто отдыха и расслабления. Говорят, ты не устоялась. Как ты можешь уставать? Ничего не делай. Да я кучу дел делаю. Так много всегда делаю. Постоянно в заботах. У меня даже иногда с мамой нет времени поговорить. Вечно в работе. Стресс, работа, стресс, работа. Ладно. Киру ждем. Не будем о плохом, будем о хорошем. Глаза сонные у меня вообще. Спать хочу. Кирина, наверное, может, поэтому тоже голова болит. Потому что такое состояние какое-то фиговенькое. Просто вот из-за погоды. Все из-за погоды. Солнца нету, все. Нету настроения, нету вообще ничего. Все-таки как важно для человека солнышко. Без солнца вообще невозможно жить. Люди, без солнца нельзя жить. Солнце нету, нету настроения. Солнце нету, нету сил. Солнце нету, люди болеют. Смотрите, как ужасно. У меня тут еще такой тихий час. Тут Телия спит. Там снег, шанси спит. Все спят. Кирюшка. Да. Открыла? Позвонила мне по телефону и говорит, мама, что ты мне дверь не открываешь? Я говорю, так ты мне не звонишь в домофон. Мне даже сейчас дозвонилась. Слушайте, а я все-таки вот затонировалась сегодня еще раз этим тоником. И что я скажу? На самом деле мне нравится. Знаете, вот реально нравится. Во-первых, еще... Сонти-фу. Это как бы не тоник, это еще и бальзам. А волосы от него такие мягкие. Просто нереально мягкие. Конечно, дорого стоит. Это как для бальзама. Там 60, по-моему, гривен. И хватает на два раза. Но чисто вот так вот для затонироваться после покраски очень прикольно. А особенно, если тот, кто красится, вообще осветляет волосы, то, наверное, шикарно будет. Потому что у меня волосы не совсем светлые, но тоже все равно видно. А кто с белыми волосами, советую попробовать. И круто будет. Я думаю, сегодня вечером все-таки сделать вот здесь вот себе розовый низ. Сделать себе так, хвост забрать. Оставить себе здесь несколько волосинок. И сделать розовый низ. Но это я попробую уже вечером. Так что, если вдруг что, завтра я буду здесь уже с розовыми волосами. Рискну. А что не рискну? Господи, живем всего лишь один раз в жизни. Надо попробовать все. Да, Шантючка? Да, давай открываем, Кирюшки, двери. Заходи, Кнопа. Шантючка, домой. Пис, пис. Дай я тебя потрогаю. Сейчас ничего не будет у человека посмотреть. Ты только с улицы пришла, да. Кто? Рюкзак. Рюкзак тебя бесит. Непонятное дело. Ты куда сразу же? А, меня обнимушечки. Меня обнимушечки. Ты давай разденься, пожалуйста, и ручки помои, хорошо? А я тебе чайлёк сделаю. И ложись тогда в кровать давай. Бегом. Что ты, Рюшка? Проснулась, так сладко спала. Кира пришла, и Тера проснулась. И сразу косточку на моих ногах надо покушать. С каких уроков ты сегодня ушла? С какого у тебя ещё осталось? Ты на английском была? Угу. А на каких ты была сегодня вообще уроках? Я была на зарубежке, была на материи, что я была на природе, была на зарубежке, сказала, наукорлет. А, то есть ты на четырёх уроках была? Да. На четырёх? Как ты была на четырёх? На четырёх была. Только одиннадцать девятнадцать, как-то было на четырёх уроках быть. Ты с четвёртого ушла, наверное, да? Не знаю. Я была на четырёх уроках. Ясно, хорошо. Кир, давай. Обувь на место, руки мой, а потом собаку трогай, китс. Вперёд. Раньше дети в школу ходили и с соплями, и с кашлем, и с температурами, и всё было нормально. А сейчас голова болит, всё, домой отпускают. Представляете, как круто, да? Я помню детский садик, так там вечно все ходят, эти сопли текут, все дети кашляют. Помню ещё даже ругалась с воспитателями и с мамочками. Говорю, да что ж такое, ну почему вы детей-то больных водите в садик? Вечно, как не придёшь в этот садик, все дети больные. И все дети там болели. И знаю, многие родители специально детей в садик не водили для того, чтобы дети не болели. Но они там набирались иммунитета. Жизненного, пожизненного, наверное, так это сказать. Потом школа пошла, там новые болячки пошли. И тоже в школе вечно кто-то кашляет, кто-то чихает, кто-то с насморком ходит. В общем, всегда такое было. А сейчас чуть-чуть тебе плохо, let's go home. Чуть-чуть тебе плохо, let's go home. Всё. Ох, коронавирус, что творит с людьми? То ли учит, то ли не учит, то ли лечит, то ли калечит, непонятно. Чай. Пошла Кирюхе делать я чай и будем мы отдыхать. Если что, то мы ещё встретимся. Хотя я не знаю. Я же говорю, какое-то такое состояние. Нестояние. Чайок. Он пока ещё горячий. Ты переоденься, Кирюша, и ложись к себе на второй этаж. Что? Смотри, у неё глазки. А, глазки, у неё глазки такие же сонные, как у тебя. У тебя, кстати, синяки под глазами. Посмотри на меня. Я красилась. Нет, у тебя вот тут вот синяки реальные под глазами. Так что давай отдыхай. Это помыть надо, вот это у неё прям на глазу, это ж какая-то штука. Да. Тер. Тер. Вот не только на этом, на этом ещё больше. Вот там у неё глаза закисают. Всё. Второй тоже мало. Я вытяну. Всё, давай. Переодевайся, Китя, и на второй этаж и спать. Всё-таки что-то есть. О, боже мой. Немного поспали, решили пообедать. Кирочка, иди сюда. Знаете тарелку? У меня закончились палочки. О, палочки, господи, спонжики закончились. И теперь мы в этой тарелке кушаем. Да, потому что семена мои некуда сажать. Хотя можно было бы посадить в салфетки, но в салфетке что-то мне не очень. Кирюшка, пошли. Кирюха поспала. Я, кстати, поспала вместе с ней. Нет, сначала поспала она. И я думаю, полежу вместе с Кирой. Легла, Кира поспала где-то часа полтора, да. То есть ей действительно было не очень хорошо. Она поспала где-то часа полтора, потом она проснулась, и я спать легла. Причём так интересно, она просыпается, такая, всё, я делаю уроки. Давай на видео. Короче... А потом говорит, мама, какой семейный день? Я говорю, пятница. А, но тогда я уроки могу не делать. Я просто начала садиться за уроки, и мама такая, пятница такая, понятно. У меня, представляешь, я собирала 1532 монетки. 500 монет — это один бокс. Ну, короче, кто играет в Тавров Хелл и Роблокс, он знает. Поэтому подпишешь... Ну-ну-ну, рассказывай. Подпишешь этот влог. Кира открывает бокс в Тавров Хелл. И ты сейчас будешь его открывать? На видео. Да. Давайте открываем бокс. Я могу купить три ровно, и 32 у меня останется. Но мне шапка. Слушай, а ты сейчас в наушниках говоришь, и у меня всё в наушниках, да? Нет, у меня тут наушники. Ага. Смотри, тут у меня есть чёрная вот такая вот. Есть вот такая вот штучка. Вот такая вот штука, которая нифига не работает. Не знаю, почти как ей пользоваться, потому что она... Ну, вообще, на одну кладешню работает. Но сейчас у меня очень идёт под скин вот эта белая, потому что я белая. А вот эта я не включаю, потому что жирно как-то. Но тут можно за 25 евро баксов... Я купила за 25 евро баксов этот бокс, и мне попалась вот эта фигня. Я не знаю, какие пользы. Я вообще ничего не поняла, что она говорит. 500 вот этих штучек. Приключай камеру, давай, показывай. Я показываю. Ну, переключай камеру, так плохо видно. У меня одинаковая камера с одной и с другой стороны. Нет. Да. Покажи вот это. Вот это сейчас мы будем покупать. Давай. И покажи вот тут вот экраны. Хорошо. Учит меня. Я купила АУ. Купила, что это? Я купила АУ. О. А, блин, я два купила. Один. Один? У меня вот такая вот оранжевая появилась. Смотрите. Смотрите, какая оранжевая. А, Алина. Я хотела на цвет очень сильно. Вот поэтому я куплю и поставлю. Ну, это же был сюрприз бокс. Да, так. Ты же не знала, что там внутри. А, давайте еще одну купим. Ты точно уверена? Точно. Есть. Я ее хотела. Смотрите. Прикольно. Это под мой другой скин. Это не под мой скин сейчас. Но я ее хотела, потому что она вот такая вот яркая и прикольная. Класс. Класс. Еще никогда не было двухцветной, поэтому покупаем еще один. Класс. Еще один. С какого цвета? А что, пустой? Повторка такая же. Белая? А, вот такая. Я покажу вам вверх деньги. Ну, так бывает. Мне 300 не вернули. 200 вернули с бокса за 500. Мне 200 вернули. Ну, теперь мне 200. Ну, ничего, нормально. Заработаешь. Пошли кушать. Я там уже приготовила. Ну, пока что нам надо... Ой, какой нам надо будет взять? Оранжевый не подходит. Нам подходят белые под скин сейчас. Извиняюсь. Нам подходят белые. Еще голубые. Извиняюсь, Кирюша. Я очень сильно извиняюсь. Да, хотел бы этот уровень пройти. Он слишком легкий. Кирюшенька, я очень извиняюсь. Это можно выбрасывать? Да. Хорошо. А там у тебя опять вечный у Киры здесь. Мусорник. Я убрала вторую очередь. Вот будешь идти и возьмешь это с собой и выбросишь. Хорошо. Сколько у тебя осталось играть? Две минуты и 14 секунд. Да. Каждый раз, когда Кира мне что-то показывает, я ничего не понимаю в этой игре. Но она мне еще рада лапа играть, попробовать. Короче, это не для меня. Эти игры, они все не для меня. Мамы, да что там эти игры? Там все легко. Мама, даже голову пожарнули. Не может, Кавру Хэля. Да, ничего не могу сделать. Зато я могу открыть баночку. Ах, мне тут помогает одна собака. И тут у меня шлантик. Иди покажись, девочка. Иди вот так. Вторая моя собака. Тихо. Он не ругается. Ты же знаешь, что мы не ругаемся. Да, Шенченко? Мы добрые собаки. Мы добрые собаки. Так, открываем баночку. Тера, пожалуйста. Не мешай. Сейчас тоже кушать. Кушать хочешь? Да, сейчас пойдем. Я сначала расскажу пару историй, а потом пойдем. Так, история номер непонятно какая. Тот день, когда мне пригодились школьные знания по математике. Это был ремонт. Это был ремонт, когда мне сказали, пожалуйста, рассчитай квадратуру квартиры. Ты должна будешь рассчитать, сколько нужно краски в объемах, в квадратных метрах. Сколько нужно штукатурки покупать. Потом мне нужно было покупать потолок, ну не потолок, а ламинат. И вот это все я должна была рассчитать. И в тот день мне пригодились школьные знания по математике, и я не могла ими воспользоваться, потому что я сказала, что я не могу посчитать. Да. Учите математику. Вот реально учите. Все-таки школьные знания, они очень сильно много дают. На самом деле школьные знания дают, наверное, большую часть того, что нам нужно знать. Да, конечно. Поэтому, видите как. А я не смогла посчитать. Я сказала, приезжайте и посчитайте мне, пожалуйста. Потому что я не очень неученый. История из фильма, мультфильма, книги, которая тронула меня до глубины души. История из фильма. Так все фильмы у тебя до глубины души трогают. Кира, он говорит, что меня все фильмы до глубины души трогают. Потому что я могу пересматривать фильмы, которые мне нравятся по миллион раз и рыдать по миллион раз. Я могу книгу читать и рыдать захлеб. Поэтому, вы знаете, я очень сильно эмоциональна. Поэтому у меня, наверное, если кино мне нравится, то оно мне до глубины души трогает. И я действительно воодушевляюсь этими фильмами. Кстати, сумерки, это круто. Надо сегодня сумерки посмотреть. Почему бы и нет? Он еще один любитель сумерок. Согласна, говорит. Так, и последняя стори. Последняя стори, последняя стори. Давайте посмотрим, что нам там расскажет. На сегодня последняя стори моя. Короче говоря, я решил стать блогером. Боже, как удачно выпала мне бумажка. Короче говоря, я решила стать блогером. Я вообще собирала деньги очень долго. Дня три я не прерываясь играла. Ну, как бы я приходила со школы, играла, в школе играла. А сегодня взяла все потратено? Я хотела на видео и на свой канал, но я не задержалась. Она зато потратила на мой канал. Да, это... Я обязательно, обязательно досмотрю. Я скажу. Короче говоря, как я решила стать блогером. Короче говоря, у меня Кира очень сильно была подсевшая на Катю и Макса. И я говорю, Кира, почему, почему ты смотришь их? Давай тебя тоже будем снимать. И вот таким вот образом Кира стала блогером, а я стала ее режиссер, постановщик, оператор. Всем-всем-всем. А потом я подумала, слушайте, а почему бы мне тоже не попробовать и не начинать снимать свою жизнь? Это как бы я не сказала. Да, Кира мне... Ой, боже мой. Знаете, как локоть так только что дернулся. Кира немного раз говорила, и я начала пробовать. Конечно, первое время у меня вообще ничего не получалось. Это был ужас ужасный. И сейчас, если посмотреть мои первые влоги, то это капец, именно просто капец. Вот. Но благодаря стремлениям, благодаря усилиям и благодаря желаниям все у нас получилось и стали блогерами. Благодаря меня. Благодаря Кирюшке, конечно, благодаря Кирюшке. Так, и открываем наш креатив какой-нибудь. Креативчик. Посмотрим, что нам сегодня скажет креативчик. Так, что нам скажет сегодня наш креатив? Придумай короткое стендап-выступление про самого себя. Придумай короткое стендап-выступление про самого себя. Человек, который не любил никогда котов, завёл себе две собаки и кота. И любит его больше всего. Похлопали. И пошли кушать. Кира, идём. Уже всё просто на тарелках. О, в самый лёгкий уровень. Дай, дай пройти, дай пройти, дай пройти. Кирюша, уже просто всё на тарелках, доча. Замлю его. Короче, пошла я без неё кушать, но её в баню. Остынет, будешь есть холодное. Ах, со мной Тера пришла. Она мне сделает компанию, да, Теруска? Только давай я всё это поубираю, потому что ты можешь всё съесть. И давай я тебе ещё, знаешь, что сделаю, Теруска? У тебя глазики какие-то. Что-то у тебя глазки какие-то странные. Что это у тебя такое? Стой. Да, подожди. Господи, ну всё. Пришла старую обмануть, дать ей еды чуть-чуть, чтобы она слезла со стула, да? Потому что такая уперта. И, наконец-то, ребёнок мой пришёл. Приятного аппетита. Ребята, всем, кто кушает вместе с нами, приятненького аппетита. Опа! Ну, ёшкин, матрёшкин. Ну, не чухай на меня, чухалка. Боже, ветер такой на улице сильнейший. Ругаюсь сейчас с Кирой, потому что она снова начала играть онлайн в роли. Облаксе, я ей говорю, только услышу одну ссору, сразу же, сразу же, сразу же запрещу тебе играть. Понимаешь, против того, что я говорю, не говорите, Маник, всё. Те, кто успел, тот успел. Нет, он не говорит. Всё. Ну что, опять начнутся потом ссоры, проблемы какие-то. Меня приняли, меня не приняли. Я так этого не люблю. Так, мне надо пойти, выгулять. Тера, сейчас идём. Господи, ну. А, завтра у Киры нету танцев. Они сегодня написали. Вот, поэтому завтра, скорее всего, мы поедем всё-таки в Лавину, на шопинг. Ну, много там покупать не будем, потому что намного у нас нету возможности. Самое необходимое, это я куплю фильтра, которые мне нужны, просто необходимы для воды. И Кири одежду. А ещё Кири нужны белые кроссовки. Всё-таки на танцы, на выступления нужны кроссовки. Поэтому надо ей посмотреть джинсы, надо ей посмотреть кроссовки и надо ей посмотреть пару футболок. У неё вообще закончилась одежда из футболок и всего остального. То есть она уже носит мои все футболки, поэтому надо ей срочно покупать новые. У неё там две пары... Что у неё там с футболками? Две пары чёрных, те, которые именно носящиеся на улицу. И одна пара... Одна футболка... Вот такая. Я забыла, как это называется. Надо, чтобы у ребёнка одежда хоть какая-то была. Обувь у неё есть. Что ещё ей надо? Она же... Да, обувь есть. Ей нужны джинсы, ей нужны кроссовки. Ей нужны... И ей нужны футболки. А так всё у неё есть. Курточек у неё много, рубашек у неё много, всего у неё много. А мне... А мне, в принципе, ничего не надо. Может быть, ещё одни джинсы, если будут прикольные, я себе посмотрю. А так... А так только в следующем месте. Ну, что, в этом месте уже телефоны дала на починку. Потом ещё компьютер нужно будет сдать на починку. Короче, как-то так. Всё в одну кучу накрутилось, навертелось. Но мы справимся. У нас всё получится. Иду гуляю с собаками. Завтра я идём на шоппинг. И сегодня я ещё покрашу себе вот эти вот пряди в розовый цвет. Я надеюсь, мне и Кира поможет это всё сделать. Потому что самостоятельно... У меня вряд ли, наверное, получится. Мне надо, чтобы сзади всё ровненько вот так вот сделали. А дальше я уже сама покрашу тут уже чуть-чуть. И будет у меня розовое... Наверное, не просто розовое. У меня, наверное, будет просто такое аж ярко-ярко-красное. Но я буду держать очень мало, не так, как Кира держит. Но всё вы уже увидите завтра. Я с собаками. Почему на улице теплее, чем в квартире? В квартире дубак, и кажется, что на улице тоже холодно. На улице, на самом деле, очень даже хорошо. Ну как, ветер, да, сильный есть. Но не холодно. Прикольно. О, сори, я удаляюсь. Собачьи проблемы решены. А теперь я хочу повезти вас и показать всё-таки, распустились ли уже фиолетовые тюльбанчики. Оранжевые, жёлтые. Но эти, смотрите, не так сильно распустились, как вот все. Там просто нереальная красота. И вот фиолетовые. Нет, ещё нет, не до конца. Но уже тоже. А я думала, они будут какие-то пушистые. Нет, они самые обычные. Просто кажется, когда они в бутоне, кажется, что они должны быть как роза. Но нет. Как красиво. Шанти, ты так смотришься шикарно там, среди цветов. Ты, Ручка, тебе туда не надо идти. Ты у нас такая толстушечка, что всё поломаешь. То Шанти такая нежная, нежная, аккуратненькая. Опа, и перепрыгнула. Молодец, Шанти. Уже и сакуры начинают распускаться. Но их я покажу через пару дней, потому что ещё не до конца. Уже хочу показать, когда они будут полностью-полностью красивые. Такие вот. Когда их можно показывать. Ещё пока только-только начинают. Но уже совсем-совсем скоро. Шантюся, ты, Руся, идёмте в магазин зайдём. Я не знаю, что мне надо в магазин, но просто хочется туда зайти. Что-нибудь купить и идти домой красить волосы. О, Боже, что сегодня будет? Дойду ли я до этого момента? Стоит ли мне это делать? Не знаю. Ну, хочется. Просто хочется проэкспериментировать. Это же не краска, это тоник, который смоется там через 5-10 раз голову помыл. Поэтому думаю, что можно. Я же уже сказала. Живём один раз. Поэтому почему бы и нет? Правильно? Ребята, да, почему бы и нет? Так что встретимся завтра. И я вам покажу, какая я стала. Если вы поставите много лайков, значит, я буду знать, что вы хотите увидеть меня с розовыми волосами. Идёмте. До завтра, ребята. До свидания.